Такая погода может продержаться еще пару недель. В МЧС говорят, паводок задерживается, реки разольются позднее обычного. Однако подрыв льда уже начнется на этой неделе. В Татарстане составлена модель паводка. Куда и когда может прийти большая вода, расскажет мой коллега Валерий Чернышев. Аномально теплая весна, которую так боялись аграрии республики, временно откладывается. В ближайшие две недели осадки, причем попеременно то дождь, то снег. Весна к нам не торопится, а значит и говорить о паводке пока рано. Из минуса погода выйдет лишь с десятым числом апреля. Небольшое количество осадков по сравнению с прошлым годом повод казалось бы не волноваться. Однако до дна промерзшие мелкие реки могут стать причиной подтопления. По 5 апреля погода все-таки такая ближе к зимней. Очень большие перепады, где-то порядка 10 градусов между ночными температурами и температурами дневными. Ну и все это будет сдерживать процессы паводочные. На татарстанских реках в 53 местах спасатели уже на этой неделе заложат взрывчатку. Проверенный метод поможет водоемам освободиться от льда и предупредит повреждение мостов. Между тем наибольшая ответственность сейчас на муниципалитетах. Именно они должны сообщить жителям о возможном ЧП. Для этого в МЧС разработана модель паводка. С ней можно ознакомиться на сайте ведомства. В опасной зоне 8 населенных пунктов. Заволжье, это Кабицкий район, значит это Предкамье, это у нас Альтеевский, Алексеевский район, Горладский район, где мы прогнозируем достаточно такие вот опасные приближения к опасным отметкам. Если стихии разбушуются, то большая вода может прийти аж в 150 населенных пунктов. Поэтому спасатели просят татарстанцев принять меры заранее, убрать снег от домов и позаботиться о водоотводах. Подготовиться самим, подготовить документы, лекарства, если это нужно. Убрать из подтапливаемых погребов продукты питание. Те, у кого есть скот дома, вместе с органами местного самоправления обеспечить группировку этого скота в незатапливаемые места. В МЧС всегда готовы к самому худшему развитию сценария. Если погода вновь преподнесет сюрпризы, просят незамедлительно обращаться к спасателям. Валерий Чернышев, Равкадзиадинов, Вести, Татарстан.